Что же касается особых случаев, о которых мы говорили, то для сложных типов сущностей, когда у нас есть один супертип и несколько подтипов, есть два варианта развития событий. Это когда мы формируем одну таблицу, в которую мы помещаем и супертип, и все подтипы, и тогда набор атрибутов, набор связей формируется в одном отношении, ну или в одной таблице, если это SQL-база данных. Альтернативный вариант – это формирование нескольких таблиц для каждого подтипа и, возможно, таблицы для некоторого супертипа. Очевидно, что каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки. В первом случае у нас упрощается структура, поскольку имеется всего лишь одно отношение для всех типов, для одного супертипа и всех подтипов. Но при этом усложняется структура самого отношения, то есть наборов атрибутов больше, связей больше и так далее. Очевидно, в этом случае выполняются все ограничения на следование типов сущности для ER-модели. Но при этом мы говорим о том, что раз у нас в одном отношении находятся все атрибуты всех подтипов, то понятно, что во многих кортежах многие атрибуты, соответствующие каким-то другим подтипам, будут заполнены неопределенными значениями. Ну и, естественно, возможно, неопределенное значение для этих атрибутов должно существовать. Это не всегда очень хорошо сказывается на производительности для таблиц, которые построены по такому принципу. Об этом нужно помнить.